Экономист по образованию и художник в душе Анна Курдыш. До недавнего времени девушка работала в банке, но никогда не упускала возможности взять в руки кисть. В прошлом году решила превратить хобби в основной вид деятельности. Зарегистрировалась как самозанятая и открыла студию детского творчества. Сейчас на занятия к ней ходят более 50 малышей. Мне очень понравилась сама вот эта программа по самозанятым, что ты платишь налоги только если получаешь доход. И не нужно платить какие-то определенные выплаты в тот же самый пенсионный фонд или еще куда-то. Поэтому это очень удобно. То, что у тебя это приложение «Мой налог» всегда в телефоне, ты всегда можешь что-то там написать, сразу отобразить доход. Самозанятых приравняли к предпринимателям с начала 2020 года. И на сегодняшний день их зарегистрировано в регионе свыше 40 тысяч. Самая популярная сфера, которую выбирают самарцы – сфера услуг. Например, такси, строительные бригады и салоны красоты. Пандемия тоже внесла свой вклад в развитие предпринимательства. Все больше самозанятых переходит в онлайн. Например, репетиторы. Для людей, решивших развивать свое дело, подготовлен большой кейс поддержки. Помимо специального налогового режима, это и образовательные лекции, бесплатные консультации юристов и бухгалтеров, а также льготная аренда офисов в бизнес-инкубаторах. Бизнес-кейсы или кейсы для самозанятых, которые включали в себя комплекс услуг стоимостью порядка 25 тысяч на одного самозанятого. И включали в себя и оформление соцсетей, и услуги по маркетингу, и консультации юридические, фотосъемку, еще ряд других услуг. У нас было более 300 заявок, и более 40 предпринимателей самозанятых получили эти кейсы. Услуги оказались популярными, поэтому в 2021 году самозанятые также смогут на них претендовать. В планах государства подготовить отдельные программы для начинающих бизнесменов. С этого года регион поддержит самозанятых и финансово.